Всероссийский селекционно-технологический институт в городе Видное навсегда может лишиться своих полей и садов, на которых ученые на протяжении последнего столетия выводили новые виды плодовых и ягодных деревьев. Кто и зачем решил уничтожить гектары земли, на место отправился выяснять Эдуард Пунигов. Вот ряды яблонь, сортовые, выращенные институтом садоводства. На этих полях рядом с городом Видное Светлана работала больше 10 лет. Ухаживала за плодово-ягодными растениями и деревьями. Здесь сажали яблони, груши, вишню, сливу, черешню, смородину красную и черную. Люди выводили Ефимова, научные сотрудники все нашего института садоводства. Я здесь работала бригадиром. Этот сад – результат кропотливой работы Всероссийского селекционно-технологического института. Но теперь труды ученых могут пойти под нож. Три года назад 40 гектаров земли у института изъяли и продали. А недавно начались общественные обсуждения по застройке территории. В генплане увеличение количества жителей на 43 тысячи, что создаст абсолютный коллапс и выездов, и заездов, ну и, по сути дела, всей инфраструктуры. Многие деревья на этом поле уже уничтожены, но часть посадок все-таки сохранилась. Это абсолютно здоровые деревья, которые прекрасно подходят для селекционных работ. Но если план застройки утвердят, их тоже уничтожат. И здесь вырастут огромные бетонные коробки. Местные активисты утверждают, что земли распродавали под видом бывшей собственности колхоза имени Владимира Ильича. Он давно банкротился и находился в нескольких километрах отсюда. Почему эти земли относились к колхозу? Они никогда не относились, то есть только на бумаге. То есть, значит, некий кадастровый инженер писал заключение, что здесь можно выделить пай колхоза имени Владимира Ильича. Вот просто так, с потолка. Значит, приносили это заявление в суд, и суд это узаканивал. Земель было очень много, но к институту садоводства, в общем-то, никакого отношения колхоз имени Ленина не имел. Однако в местной администрации утверждают, что всё законно, а институт наоборот к этим полям вообще не имеет никакого отношения. Земельные участки вблизи улицы Старонагорная никогда не принадлежали Всероссийскому селекционно-технологическому институту садоводства и питомниководства. Данное обстоятельство неоднократно подтверждалось решениями судов, общей юрисдикции, арбитражных судов в различных инстанциях. Правда, откуда в таком случае взялись эти сады, чиновники не пояснили. А вот у жителей другая версия случившегося. Институт несколько раз переименовывался. Переименовывался, и они посчитали то, что тогда в 90-е годы эта земля выдавалась на имя другого института. И вместо того, чтобы привести все документы просто в соответствие, вместо этого суд принимает решение аннулировать то постановление о передаче земли в пользование институту. Общественные обсуждения по застройке территории планируют завершить до 18 апреля. Надежда на то, что проект всё-таки пересмотрят, у людей ещё остаётся. Всероссийский институт садоводства и питомниководства был основан в 1913 году. За более чем вековую историю в институте было выведено более 340 сортов плодовых растений. Но выгодно расположенные примкадовские земли института не могли не привлечь к себе разного рода мошенников. 22 января 1982 года институту предоставляется в пользование 957 гектар земли. Но 2 ноября 1995 года постановлением главы Ленинского района площадь участка сокращается вдвое до 569 гектаров. А спустя 20 лет начинается настоящая охота за землями института. Так, в 2015 году некое ООО «Инвестстрой» вышло с иском к администрации Ленинского района в арбитражный суд Московской области, потребовав отменить постановление главы от 1995 года о предоставлении 569 гектар земли институту. В обосновании требований истец сослался на то, что название института в постановлении указано неверно. Однако тогда ему отказали, сославшись на истечение срока исковой давности и подтвердив правоприемство организации. Дело в том, что институт неоднократно переименовывался, что отражено в целом ряде приказов и распоряжений. Затем к атакам на институт через суды подключился гражданин ВВ Железнов, тот самый, что строил коттеджи на территории объекта культурного наследия Суханова. Но, пожалуй, самая дерзкая попытка присвоить себе институтскую землю была предпринята уже при главе Венцеля в 2019 году. На этот раз истцом выступила сама администрация округа, а поддержал ее видновский прокурор. Они снова потребовали отмены постановления о выделении земли, но уже в видновском суде. И суд, недолго думая, в январе 2020 года отменил акт о выделении земли, посчитав сославшуюся на справку из налоговой, что правоприемства организации нет. То есть тогда, в 1995 году, по мнению суда, землю дали какому-то другому, существующему только на бумаге, институту, а этот никакого отношения к тому не имеет. Не успело решение суда вступить в законную силу, как на месте фруктовых садов и клубничных полей института уже начали возникать участки, выделенные через суд в качестве поев колхоза имени Владимира Ильича, земель которого здесь отродясь никогда не было. Согласно кадастровой выписке, земля под фруктовыми садами в настоящее время уже принадлежит некому закрытому поевому инвестиционному фонду развития под управлением офшорной компании УК Эверест Эссет Менеджмент, учредители которой зарегистрированы на Кипре. Учредителем же родственной организации из того же холдинга ООС Эссет Менеджмент Солюшн является гражданин Мортирос Севикян, работающий топ-менеджером строительной компании ФСК Лидер. Теперь все стало на свои места. Новым владельцам осталось только перевести сельхозземлю под застройку. Очевидно, скоро депутатам Ленинского городского округа пришлют на утверждение проект генплана, где сады института будут уже отнесены к зоне застройки. А потом к северу от Видного на месте садов знаменитого института начнется строительство очередного высотного микрорайона от ФСК Лидер, который окончательно перекроет жителям Видного въезд в Москву по сторонам Горной улицы и М4. А в 2020 году жителям нашего округа стало известно, что клубничное поле между деревнями Спаска и Измайлова также чудесным образом превратилось в паи колхоза имени Владимира Ильича, который располагался в городском поселении Горки Ленинские, и его земли ну никаким образом не могли находиться на территории бывшего сельского поселения Булатниковское. До сих пор остается загадкой, чем руководствовался Видновский городской суд при принятии такого решения. В отличие от первых двух участков, новые владельцы которых еще пока не ведут никакой видимой деятельности, владелица одного из участков поселка Измайлова, госпожа Мартемьянова, СВ, развела бурную деятельность. В свете объявленной мусорной реформы, ее ООО «Камелот», где она является гендиректором, устроила просто помойку на принадлежащем ей участке. Генеральный директор не является в Госадном технадзор, который желает ее увидеть, поэтому к ее поискам вынуждена подключиться полиция. ООО «Камелот» с одним сотрудником в штате и годичной регистрацией является владельцем еще нескольких участков на территории округа, попавших к нему через паи колхоза имени Владимира Ильича. Примерно с середины 2020 года часть питомников плодовых растений Института садоводства также перешла в частные руки по той же схеме, как паи колхоза имени Владимира Ильича. И теперь на этих участках сваливают асфальтовую крошку и другой строительный мусор, неизвестные лица. Один из таких участков даже полностью охватил трансформаторную подстанцию. И фактически жители поселка Измайлова теперь видят у себя под окнами свалку и не принадлежащую им, наверное, эту трансформаторную подстанцию. Музыка Музыка Группа людей, особо предприимчивых, нашла способ обходить законные способы присвоения земель во фото странного порядка и присваивать себе федеральную собственность. Ну, вообще, меня всегда в детстве учили, что это называется воровство. То есть, брать чужое без спроса, да, это называется воровство. У кого-то статья 107-го ПКРА, судпостановил лицо и ходатайство на защиту об избрании Спасского меры пресечения и связи заключения по сражу отказать избрание отношения в меры Спасского Алексея Петровича 5 октября 1977 года рождения меры пресечения и заключения по сражу на срок 1 из 22 января 2024 года. Продолжение следует...